Привет, я Стас Давыдов. Сегодня отличный день, и ты отлично выглядишь. На этот раз я не шучу, смотри, я даже очки надену. Да, действительно хорошо. Я сегодня встал с той ноги, потому что передвинул кровать к другой стенке, поэтому сегодня будет добрый выпуск, и никаких злобностей от меня. И первое видео прислал Dangel of Sky. Такой вообще молодец. А видео про немецкую кухню с белкой. Если вам кажется, что Белка хаотично бегает по помещению, то вы еще не видели женщин на распродаже. Это не была злая шутка, это просто констатация факта. Так вот, Белка не просто хаотично бегает по помещению, Белка берет разгон. Уа, какие флиненькие. Нееет, Белка! Что же ты делаешь? Ведь дворнику теперь придется отдирать от асфальта твой маленький, мерзкий, вонючий, кишащий опарышами трупик. А у дворника сегодня, между прочим, день рождения. Белка, ты же не хочешь огорчать дворника в его день рождения? Это же добрый выпуск. Оооо! Да, с днем рождения, Герр Дворник! Походу, Белка от ужаса эволюционировала в летягу. Не могу определиться, это Белка-паук, Белка-летучая мышь или Белка-ассасин. И это хорошо! Давайте обнимемся! А это видео прислал, да какая разница, все его прислали. И ты, и ты, и ты, и я прислал это видео. Сегодня ведь день добра! И это не то видео, которое можно просто так взять и показать. К нему нужно подготовиться. Так что давайте сейчас встанем и все вместе сделаем пять приседаний. Да, я серьезно. Хватит за компом сидеть. Давайте встанем и поприседаем. Ну, начали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И молодцы. Теперь все готовы смотреть, как две фуры на дороге столкнулись. Вау, дядя дальнобойщик. Так и у тебя сегодня день рождения. Ты только глянь. Ты же в рубашке родился. То есть в полосатой майке. Ой, ну давай, да, вот ты. Умный в трусах. Расскажи, что он целый только потому, что не пристегнулся. Ну, рассказывай, я слушаю. Нет, парень. Именно от того, что он не пристегнулся, он и выбил лобовуху головой, а не сидит целый на своем месте. А ты умрешь, если не будешь пристегиваться. И я не злой. Я тебе добра желаю. Потому что он Чак Норрис и умеет выходить пописать сквозь окна, а ты нет. А ты не можешь спать. Погодите, так он что, там спал, что ли? Причем не один, а под пледиком? Вот будешь со всякими пледиками кататься, будет тебе вечный флэт-аут. И это хорошо. Последнее видео. Сцена из классического турецкого боевика, которая сейчас очень понравилась интернетом. Я не могу сказать ничего плохого, потому что сегодня добрый выпуск. Скажу просто, что по сравнению с ним в Индии снимают неплохое кино. Да что там в Индии? Михалков очень даже хорош по сравнению с этим фильмом. Нет, подождите. Прежде чем показать это великолепие дальше, я должен кое-что сказать. Это же злой амаяк Копян. А еще у турецкого амаяка Копяна очень сексуальные усы. Ну то есть сразу понятно, кто тот педофил. Ты. Да ладно, это же добрый выпуск. Ты не педофил. Вот он педофил, который у тебя за спиной стоит. Давайте лучше посмотрим, как Наташа убивает турецкого Копяна. Знаете, этот фильм символически изображает то, как Елена Мизулина наразит своими законными пулями мирских усатых педофилов. Кстати, вы заметили, что она сделала уже два выстрела? А в АК-5 по-прежнему одна дырка. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Оскара Акапяну! Ну а теперь давайте все вместе! Еее, хорошо! А новый вопрос прислал Михасандр! Михасандр, чтобы получить футболку, проверь свою личку на ютубе. А как вас накрывает? Как вас накрывает? Свои интересные ответы оставляйте в комментариях здесь, на ютубе. На этом всё, с вами был Стас Давыдов. Подписывайтесь, ставьте лайк, а видео на обзор присылайте вот сюда. И так почему же Бармалей любит-любит-любит-любит маленьких детей? Нормально, тут просто побежать в сторону и всё. Будь здоров! Спасибо!